Доброе утро! Вы смотрите новости. С вами Анастасия Борисова. И перейдем к выпуску. Клещей это весной на территории Алтайского края будет много, прогнозируют специалисты. Наш регион является природным очагом клещевого энцефалита. Как правило, сначала членистоногие появляются в окрестностях Хрупцовска, Бийска, Черыжском, Олейском, Солонешинском и других районах. Ежегодно весной и летом медицинские учреждения обращаются по поводу присасывания клеща свыше 10 тысяч человек. За эпидсезон 2020 года зарегистрировано 20 случаев клещевого энцефалита, в том числе заболели 5 детей. В Роспотребнадзоре советуют тем, кто сделал первую прививку осенью, как можно скорее завершить вакцинацию против клещевого энцефалита. Почти 14 миллионов рублей направили в Барнауле на проведение противопаводковых мероприятий. В пресс-центре администрации краевой столицы отметили, что начиная с выходных в Барнауле установились положительные температуры, которые будут способствовать большому склонному вустоку. К работе подготовили порядка 115 единиц техники, в том числе 30 муниципальной. Рабочие очищают русла малых рек в местах потенциального вскрытия льда. Также в городе завершают очистку ливневых канализаций. Уже выполнили больше 70% всего объема работ. И к другим темам. Жители одного из многоквартирных домов Барнаула смогли ускорить срок капитального ремонта крыши. Как им это удалось в нашем сюжете. Обшарпанные стены, грязь и разруха. Таким 7 лет назад увидела многоквартирный дом жительница Барнаула Галина Фролова. Ей стало обидно за здание 1963 года, в котором ремонт не делали со времен постройки. Было ужас. И в подъезды зайти было нельзя. И окна стояли еще старые. В подъездах темнотища. Грязище. Из подвала вонище. Ну, убитый дом. Галина взяла ситуацию в свои руки. Активно сотрудничала с управляющей компанией. Проводила собрания с собственниками. Благодаря общим усилиям за последние несколько лет удалось обновить все коммуникации. Сначала теплоносители. Потом водоносители заменили. Горячую и холодную воду. Циркуляцию сделали. Канализацию обновили. В квартирах тепло стало. Затем собственники подняли взносы за капитальный ремонт, чтобы им быстрее отремонтировали крышу. Она была плоская и постоянно протекала. Теперь совсем другое дело. Опыт жильцов показывает, срок капитального ремонта можно изменить. Собственники могут повлиять на скорость включения дома в программу. Что они должны сделать? Они должны обратиться в муниципалитет, в свой муниципалитет, предоставить протокол собственников. И, соответственно, в соответствии с законодательством уже муниципалитет принимает решение о включении того или иного дома. Учитывая технические характеристики, учитывая размер минимального размера взноса, ну и так далее. В плане капитального ремонта на этот год 236 многоквартирных домов. Всего в региональную программу, которая рассчитана до 2043 года, включено больше 8 тысяч зданий. За обновление 7 тысяч из них отвечает фонд капремонта. Остальные отремонтируют по спецсчетам. Софья Житина, Алексей Шаульский. Новости. И к другим темам. В Барнаульском планетарии вновь начнут устраивать вечерние наблюдения в телескоп. На них приглашаются все желающие. Если хочется посмотреть на Луну и Марс крупным планом, 23 или 24 апреля стоит прийти на астрономическую площадку по адресу Сибирский проспект 38 с 21 до 23 часов. Наблюдения будут проходить при условии ясной погоды. В те же вечера зрители могут посмотреть сеансы полнокупольных программ, где расскажут о Солнечной системе и тайнах Красной планеты. И на этом я с вами прощаюсь. В студии была Анастасия Борисова. Смотрите «Катунь-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анастасия Борисова